Всем привет! Сегодня вторник, 11 апреля. Это программа «Правила игры» на Ходорковский лайв. Не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Меня зовут Кирилл Седов. Со мной на связи, как обычно, Владислав Иноземцев. Владислав, рад вас видеть. Добрый день. Приветствую. Ну, очевидно, главная новость сегодняшнего дня. Госдума хочет узаконить электронные повестки. Одновременно призывникам, получившим повестки, заказным письмом, бумажным письмом или в госуслугах будет запрещен выезд из России до момента явки в военкомат. Попутно Госдума хочет запретить людям, игнорирующим повестки, управлять транспортными средствами, регистрировать собственные ИП, брать деньги в долг в банках, плюс заключать сделки с недвижимостью. Очевидно, что в самом ближайшем будущем огромное количество людей может оказаться в полулегальном положении. Какие у этого будут социальные и экономические последствия? Ну, слушайте, я думаю, что это, конечно, очень важное событие. Безусловно, оно приведет страну в такое состояние небольшой ажитации. Посмотрим, что будет дальше. Но в данном случае, я думаю, что власть делает то, что она всегда стремилась в разных формах делать, а именно создавать в обществе разные группы пораженных в правах лиц. То есть мы помним сначала, что там чиновники не могли иметь, собственно, за границей, потом, что люди, занимающиеся определенной должности, не имели права выезжать за рубеж. Это было не очень явно или, так сказать, более явно. Сейчас, ну, мы знаем, что там порядка 6 миллионов россиян не имели права выезда за границу. И до этого события, соответственно, сейчас у нас появится целая группа граждан. Это будут, видимо, не только призывники, это будут, скорее всего, и те, кто попадут под новую волну мобилизации. Военнообязанные, да. Военнообязанные. То есть это широкая группа. По большому счету, я думаю, что это минимум где-то 10-12 миллионов человек. То, что мы увидим в ближайшие несколько месяцев. И их права уже теперь ограничиваются не только с точки зрения свободы передвижения, но и с точки зрения имущественных прав. То, что раньше все-таки делалось по определенным решениям судебных органов и так далее. То есть, по сути, власть становится все более такой всеобъемлющей. Она лезет во все сферы жизни и надеяться на то, что это когда-то приостановится, конечно, невозможно. То есть дальше будет только хуже. Что касается конкретных последствий, то я думаю, что они будут достаточно масштабными в том плане, что уже появляются разного рода посты в социальных сетях, рассказывающие, как нужно спасаться, скрываться и так далее. Я не думаю, что все будут этим заниматься, но в любом случае, конечно, речь идет о том, что, как и в сентябре прошлого года, очень многое в стране будет дезорганизовано на какой-то период времени. То есть, то же самое будет касаться людей, которые начнут стремиться работать удаленно, жить не под и сам прописки, выписывать сим-карты телефонные не на себя, ими пользоваться и так далее и тому подобное прочее. То есть, экономически это, конечно, будет довольно серьезным ударом. Мобилизация сентября, она привела к потере для экономики, ну, около миллиона человек. Я думаю, что если мы увидим еще более неопределенный круг лиц, которые попадают под эту мобилизацию, пока и потенциально. Я не говорю, что Кремль призовет в армию миллионы, два миллиона человек, это не случится, скорее всего. Они снова пытаются, видимо, отловить где-то 300-400 тысяч очередных бойцов, но в очередной раз это приведет к тому, что как минимум в 3-4 раза больше людей окажутся в бегах. Я не думаю, что сейчас будет такая масштабная эмиграция, какая была раньше, но в любом случае внутри страны люди начнут выпадать из экономической активности, начнут увольняться с предприятий, начнут жить неизвестно где и так далее. То есть, я думаю, что, конечно, эта мера, она обойдется экономике, ну, скажем так, как минимум где-то в 1% ВВП, если она действительно будет реализована в тех масштабах, в которых это предполагается. Скажите, а зачем сейчас власть, в принципе, прибегает к этому инструменту? Уже они исчерпали возможности по привлечению в армию и на войну людей, которые готовы пойти добровольно? Почему они имеют такие крайние меры, в том числе, пагубные для экономики? Слушай, я думаю, так оно и есть, на самом деле, смотрите, ведь что у нас происходило за последний год с точки зрения риторики и действий, властей относительно обеспечения военной операции живой силы, да? Во-первых, к началу мы помним, что еще в феврале, уже после объявления о спецоперации, Путин постоянно повторял, что все задачи были лишены силами профессиональной армии. Эта болтология закончилась довольно быстро, когда начали сначала вербовать заключенных, это был еще и конец июля, август месяц, после чего началась ограниченная частичная мобилизация. Это был первый звонок того, что система в том виде, в каком она была создана, абсолютно не работает. Частичная мобилизация в значительной мере исчерпала свои возможности. То есть, да, я думаю, что существенная часть, ну, может быть, там даже не половина, не треть, меньше, конечно, да, уже погибла в боях. Плюс к этому выясняется, что потенциал этих людей не слишком высок, плюс к этому ходят самые разные слухи относительно того, какая украинская армия готовится к контрнаступлению. То есть, доходят там расчеты и оценки до 200 тысяч человек дополнительного, ну, как бы дополнительной военной мощи страны Украины. То есть, понятно, что сейчас сильно отступить, потерять многие из-за оккупированных территории для российской власти крайне болезненно. Поэтому я понимаю так, что ситуация будет разворачиваться быстро. Власти нужно затыкать дыры в личном составе довольно стремительно. И мне кажется, что вся вот эта история с повестками, с мобилизацией, она развернется в течение мая месяца. Потому что даже если новая война мобилизованных не поспеет на фронт украинского наступления, то, по крайней мере, она должна там оказаться тогда, когда нужно будет консолидировать позиции на новых рубежах. Поэтому, да, плюс к этому мы прекрасно понимаем, что в начале года, судя по всему, была установка на добровольный призыв, на фактически коммерческий найм в армию, она полностью провалилась, потому что ожидалось, ну и требовалось порядка 300 тысяч человек. По разным оценкам было набрано 15-25 тысяч. То есть, масштаб несовезмеримый. Плюс к этому начались разговоры о повышении призывного возраста. И вот теперь мы видим вместо очередных проверок военкоматов уже довольно жесткие условия о том, что люди не могут выезжать, не могут совершать сделки и так далее. То есть, все говорит о том, что традиционные методы не работают. Людям нужно как можно больше живой силы на фронте, и этому сейчас будет все подчинено. А стоит ли сейчас ожидать еще одной, третьей уже волны эмиграции? Да, это, конечно, большой вопрос. Я думаю, что ожидать ее, наверное, стоит, но я думаю, что масштаб ее не будет сопоставим с сентябрьским и октябрьским, потому что, во-первых, тогда это была очень такая шоковая новость, шокирующая, потому что до этого времени, судя по всему, очень многие предполагали, что все обойдется. Сейчас уже настроения, мне кажется, несколько иные. Поэтому и плюс к этому люди, которые могли выехать, которые были достаточно решительными, которые понимали, что они теряют, как они будут жить за границей, они уже уехали. Поэтому я думаю, что такого исхода, как сентябрь и октябрь, не будет. Но очередная волна, безусловно, конечно, случится. Безусловно, случится, потому что с тех пор времени многие люди стали готовиться к этому. Если границы не будут так радикально закрыты, я думаю, да, волна будет, но меньше, чем в сентябре. Скажите, а вот эта вот ситуация, вот этого изменения по сравнению с сентябрем 2022 года, когда объявили всеобщую мобилизацию или частичную мобилизацию, как они тогда это называли, но тем не менее границы оставались открытыми. Сейчас для людей, получивших повестки, граница будет закрыта. Не создает ли это какие-то предпосылки, возможности для социального взрыва, потому что у людей не остается выбора и выхода из этой ситуации? Я думаю, что это создает такие возможности, но власть действует довольно умело. И мне кажется, что очень многие ее критики, они, так сказать, перманентно недооценивают уровень ее, скажем так, изощренности, применим это слово. Дело в том, что если бы такая система существовала в прошлом году, то последствия были бы гораздо более серьезны, чем сегодня. Потому что, вот смотрите, в сентябре месяц объявляется мобилизация, тут же закрываются границы, по крайней мере, для всех мужчин от 18 до 55 лет. Граница закрыта, мобилизация объявлена. Мы знаем, что уехало, ну, по разным, по отчетам порядка 500-700 тысяч человек. Соответственно, если эти 700 тысяч человек запираются на границах, причем люди в основном это самостоятельные, достаточно активные, не слишком бедные в большинстве своем, да, то здесь и правда возникает определенный потенциал для серьезных протестных действий. По крайней мере, там погрома, погромпунктов или еще чего-то подобного. Проходит полгода, значит, активные люди уехали. Те, кто остался, по крайней мере, тогда не готовы были на такой шаг. Значит, их активность, их протестный потенциал меньше. Соответственно, плюс к этому мы понимаем, что сейчас же не будет делаться ситуация, когда все границы закрыты. Сейчас будет каким-то образом выборочно пытаться, а не воздействовать на людей. И я думаю, что нет, что протеста не будет и сейчас. Тем более, что за эти полгода отупление общества прогрессирует. Я бы не сказал, что антивоенные настроения растут. То есть, мне кажется, что нет. Протест, если будет, он будет весьма ограничен. Поэтому власть очень умело воздействует на те иные свои общества, пытаясь не допустить социального взрыва. Я думаю, что его сейчас не будет. Тем более, что, еще раз повторю, это не попытка поставить миллион людей под ружье. Хорошо. Насколько будет распространен сценарий, вот эта стратегия поведения, когда человек будет получать повестку и будет уходить в такое полулегальное положение с поражением в правах. Насколько это будет распространено, как вы считаете? Я думаю, что сейчас начнется паника в том плане, что сейчас возникнет... Помните, я помню, в сентябре были ситуации, когда там люди массово женились с тем, чтобы дать возможность супругу и партнеру распоряжаться имуществом. Плюс, соответственно, переписывали квартиры, активы и так далее. Я думаю, что сейчас волна начнется еще больше. То есть, люди будут пытаться обеспечить распоряжение недвижимостью плохого рода доверенностям, приступать права, закрывать какие-то финансовые обязательства. То есть, я думаю, что движение именно такого рода будет очень большим, потому что народ будет действительно рассматривать вот такой уход в подполье как некую реальную альтернативу происходящему. Это, конечно, не самая идеальная альтернатива, потому что невозможно находиться на полулегальном положении долгое время, тем более, если будут закрыты операции по счету, не будут работать пластиковые карты. Но это создает колоссальные проблемы для современного человека. Плюс, соответственно, вы должны иметь какие-то дополнительные сим-карты для тех же самых телефонных разговоров. Проблем будет много. Но при этом я подозреваю, что власть не дойдет до каких-нибудь таких массовых облав, когда люди будут ходить там патруляем по улицам и вылавливать всех подозрительных людей с соответствующего возраста. Это слишком альтеризует общество. Но еще раз повторю, власть будет делать жизнь большинства людей, которые получат эти повестки очень неудобной. Народ будет отвечать таким глухим неповиновениям. Это традиционная российская тактика. И с той, с другой стороны, я думаю, что мы увидим ее сейчас в полной красе. — Хотелось бы поподробнее обсудить, как это все отразится на рынке труда, учитывая сегодняшнюю новость от финэкспертизы, подготовленную на основе данных Росстата, о том, что о вымываниях молодежи с российского рынка труда и сокращении более чем на миллион и тридесятых человек сократилось количество работающих россиян в возрасте до 35 лет, как раз за прошлый год. Вот сейчас их уже один и три десятых миллиона. Что будет после второй возможной волны мобилизации? — Я думаю, что будет еще минус два. Потому что, смотрите, вот эта волна... Да. Потому что волна вот эта, она будет с точки зрения влияния на рынок труда даже еще более серьезной. Потому что, смотрите, мы знаем прекрасно метод работы российских контролирующих и прочих органов. Одно дело, вы получаете запрет на выезд за рубеж, даже, допустим, по причине каких-то неуплаченных алиментов. А другое дело, как вы его снимаете. Вы должны, во-первых, алименты выплатить, во-вторых, собрать какие-то справки, и это все занимает время. То есть, если человек сейчас получает повестку в личном кабинете на госуслугах, ничего об этом не знает, или даже прикидывается, что он об этом ничего не знает, соответственно, ему закрывают выезд за границу, он никуда не приходит. Через 20 дней наступает ограничение его дееспособности с точки зрения финансовых вопросов, недвижимости, там, водительских прав и так далее. Естественно, в этой ситуации люди прекрасно понимают, что свернуть это обратно, эту ситуацию, будет крайне сложно. То есть, нужно явиться, нужно каким-то образом выяснить свои отношения с этим командом, потом, естественно, это все будет сниматься, ограничение еще долгое время, месяцами, я думаю. Поэтому, мое ощущение заключается в том, что вот эта компания, она вызовет серьезный локальный провал по официальной занятости, ну, как минимум на полгода. Насколько потом это восстановится, сложно сказать, но еще раз повторю, мой мультипликатор, это в 4 раза больше, чем то количество людей, которые действительно будут мобилизовываться. То есть, если мобилизовываться будут снова где-то 300 тысяч человек, ну, давайте считать, что полтора-два миллиона людей уйдут в тень. Из них значительно меньше доли, чем в прошлом году, уедет с концами, да? Но вот именно из официальной рабочей силы выпадет большое количество, большое количество людей. Тем более, нужно понимать, что, смотрите, очень много молодежи, очень много активного населения в последние годы работало, допустим, как самозанятые. И это позволяло им не, так сказать, присутствовать на рабочем месте. Их не могли найти, допустим, если я не живу по своему адресу. Но при этом никто не останавливал операции по счету, да? Самозанятый, живущий где-нибудь в Ярославле, получая повестку, мог спокойно куда-то уехать и дистанционно работать на той же работе, там создавать какие-нибудь интернет-сайты, консалтинг и все что угодно из другого места. У него не пропадали права, у него не блокировались кредитные карты, он не беспокоится о судьбе своей квартиры в Ярославле. Но при этом он оказался недосягаемым. Вот эта ситуация сейчас изменится. И, соответственно, вот такой дисрапшн на рынке труда будет, конечно, больше. Потому что уже зачем работать даже удаленно, если все равно твой счет заблокировал? Что ты будешь делать? Ты не можешь получить деньги. Ну, там через биткоин каким-то образом наличивать. Ну, извините меня, это можно сделать в Москве и Петербурге, но в каком-нибудь небольшом городишке ты так не разживешься. Поэтому еще раз повторю, это действительно очень серьезный потенциальный удар по экономике. Я думаю, что мы увидим его последствия в течение ближайших нескольких недель. Как они будут выражаться в течение ближайших нескольких недель? Как это можно будет ощутить россиянам? Ну, это будет выражаться именно в начале такого Броновского движения среди потенциальной группы мобилизуемых. Большое количество увольнений, срыва большого количества заказов со стороны людей, которые занимаются удаленной занятостью. С точки зрения, ну, опять-таки, я думаю, что сильно удар будет по сфере услуг, потому что мы помним, что в сентябре в первую очередь там исчезали работники складов, магазинов и таких массовых профессий, где действительно было много людей, попадавших под мобилизацию, которые стремились ударяться и сбегать. То есть вот в этом отношении, конечно, я думаю, что будут определенные проблемы, они не будут тотальные. Но, еще раз повторяю, по итогам этой кампании, если экономика потеряет 1% в РУП в течение года, это будет очень хорошим результатом. Может быть, и больше. Вот продолжая тему запрета на выезд за рубеж, буквально за несколько дней до новости о законопроекте, о электронных повестках, стало известно, что премьер Михаил Мишустин запретил своим подчиненным, фактически закрыл границы для сотрудников правительства. Об этом узнал The Bell, со ссылкой на источники, об этом пишет издание, что выезжать за рубеж высокопоставленным сотрудникам правительства теперь разрешено только по официальным важным делам и только с разрешения собственного руководства. При этом они отмечают, что такие запреты есть только в отношении сотрудников Белого дома, но они не распространяются, например, на администрацию президента, на Кремль. Почему в данном случае этот запрет действует только для правительства, почему не для Кремля, и зачем это понадобилось Мишустину? Как вы считаете? Я думаю, что на это не стоит сильно обращать внимание. Мне кажется, что в целом высший эшелон государственной власти уже работает на особом положении достаточно долго. Мы видели сообщение о том, что у людей забирают паспорта несколько месяцев назад, как минимум. То, что в Белом доме об этом широко говорят, это, наверное, просто свидетельствует о том, что там больше количества утечек информации и, скажем так, меньше секретность, которая происходит. Я совершенно уверен, что в администрации действуют приблизительно такие же правила. Может, они не слишком гласны, может быть, о них не очень сильно распространяются. Почему это происходит? Я думаю, что в первую очередь, конечно, люди боятся дезертирства, скажем так, чиновников, что было бы очень сильным ударом для престижа власти. Плюс к этому, безусловно, наверху боятся возможности недружественных действий. Вот если вспомнить одну из историй прошлой недели, когда там чуть не силами спецслужб позволяли сыну выбрана труса, то это вот, конечно, уже показывает то, что выезжать за рубеж не только чиновникам, но и там детям и прочей там золотой молодежи, которая много в чем замешана, я думаю, опасно. И чтобы такие случаи не случались каждый день, власти хотят максимально ограничить вот такого рода возможные инциденты. Поэтому я думаю, что, конечно, чиновникам объяснили давно, что все, мы живем в военное время, весь мир недружественный, ездить нельзя никуда, фактически, из исключения, может быть, какое-то небольшое количество стран, да и то это не дает гарантий на сегодняшний день, потому что мало ли какие решения могут принять даже дружественные правительства. Поэтому это все естественно. То есть, если ты лоялен, ты сидишь дома и отдаешь все свои силы на Латай Победы. То есть, я думаю, что отличия президентской администрации, Центробанка, правительства, органов безопасности, они не принципиальны. То есть, на сегодняшний день, если ты более-менее ответственный человек, ответственный работник, ты никуда не ездишь. Хорошо, обсудим ситуацию с рублем. Российская валюта пережила затяжное падение на прошлой неделе, обновила годовой минимум. Доллар, точнее, стоил 83 рубля. Всего с начала года российская валюта подешевела к доллару на более чем на 15%. Вспоминается фраза первого вице-премьера России Андрея Белоусова, который говорил, что рубль слишком укреплен, и комфортным коридором для рубля будет коридор от 70 до 80 рублей за доллар. Это комфортный уровень для российских промышленников и экспортеров. Вот сейчас рубль перешагнул, кажется, за этот коридор. Насколько это комфортно для российского бюджета и промышленности? Ну, смотрите, я бы не стал комментировать Белоусова, потому что это, по-моему, человек, который лучше их комментирует, потому что это бессмысленно. Что касается комфортности, для промышленности, понятное дело, в большинстве случаев, чем курс ниже рубля, тем оно лучше. Как и для экспортеров, бюджет на это получает дополнительные доходы. Но при этом я бы хотел сказать, что, смотрите, я не вижу пока, с одной стороны, здесь какого-то безумного драматизма, а с другой стороны, я не очень верю в те обычные объяснения, которые звучат. Значит, поясню. По поводу драматизма. Мне казалось, что в условиях военного времени курс никак не может быть существенно ниже, чем он был на момент начала войны. Если мы посмотрим на среднеизвешенный курс рубля к доллару по состоянию за февраль 2022 года, то он составлял, я даже сегодня специально проверю, 83 рубля 56 копеек. То есть, вот этот курс, на мой взгляд, это ориентир для 2023 года. То есть, снижение курса прошлым летом было следствием вот этих супер решительных мер предприятия Центральным банком Минфином, и этот курс был, конечно, аномальным. То есть, учитывая то, что происходит сейчас в экономике, ожидать, что по итогам года среднеизвешенный курс будет ниже 82-83, я бы точно не стал. Вот сейчас мы пришли приблизительно к этому состоянию. С другой стороны, видимо, вот этот конкретный взлет был относительно, ну не то чтобы временным, но он был немножко слишком быстрым. Это действительно обусловлено тем, что закончилось время уплаты налогов, люди, компании перестали покупать рубли в таком количестве. Судя по всему, этот откат обратно, там от 83-81 с чем-то, он был достаточно естественным, он не был обусловлен участием ЦБ в торгах, потому что статистика не показывает серьезных интервенций, которые были бы сделаны. То есть, участник рынка показал, что рубль перепродан. Перспектива, я думаю, не слишком радужная, потому что общая ситуация, она, безусловно, давит на рубль вниз. И никаких контрсерьезных доводов тому, чтобы рубль поднялся, я сейчас точно не вижу. То есть, что говорили эксперты в последние дни? Они говорили, что вот окончился налоговый период, плюс, значит, там, господа из компании Shell через посредничество господина Михельсона получили возможность и право вывести порядка 100 миллиардов рублей, которые они получили за свои активы на Сахарине. То есть, они должны бы конвертировать их в валюту и вывести. Якобы это могло очень сильно повлиять. Ну, это могло повлиять, но, опять-таки, на мой взгляд, несущественно. Тем более, что не факт, что этот выбор случился именно в эти дни. Потому что только что было объявлено на самом разрешении на такую сделку. Поэтому я не думаю, что именно она так моментально срезонировала. Ну и плюс к этому говорилось о растущем импорте. Что тоже правильно, но если посмотреть на статистику импорта, то мы увидим, что все большая часть его номинирована не в долларах. То есть, это означает, что вот именно скачок до курса, он вряд ли мог быть связан именно с этим обстоятельством. Поэтому мне кажется, что в перспективе мы будем видеть устойчивое снижение курса рубля. Не слишком быстрое. Я не предвижу пока ни 100 рублей за доллар, ни 90. Но вот в пределах от 80 до 85-87 рублей, это вот тот диапазон, который мы проведем остаток года. То есть, никаких там возвратов к 75 я категорически не жду. Рубля только одно направление вниз. Быстрее или медленнее, но только вниз на сегодняшний день. То есть, рубль будет в любом случае слабеть примерно до 87 за доллар к концу года. Владислав, такой вопрос. Если бы вы сейчас в России жили, вы бы на рубли доллары стали покупать? Доллары за рубль стал бы. Но опять-таки вопрос заключается в том, что сейчас... Я понимаю, что ситуация, которая была в начале года, она, к большому счету, вернулась к ситуации обычной, которая была до начала военной операции. То есть, что маржа была относительно невысокой. В моменты, когда доллар пробивал 83 рубля, были сообщения о том, что некоторые заявки на продажу доллара стоят уже по 100. Это, конечно, моментально исчезло, но все равно маржа остается очень большой. То есть, сегодня сложная ситуация. Сегодня, если покупать доллар, допустим, за 88 за 90, это означает, что, скорее всего, никакую выгоду от этого до конца года вы не получите. Потому что курс в любом случае будет медленно подниматься, а продажа все равно будет ниже официального курса. Поэтому я думаю, что если вы имеете перспективу накопления на год-полтора, да, однозначно, это единственная стратегия, которая может привести к сохранению денег. Если речь идет о повыске спекуляции на перспективе местных месяцев, это бессмысленно. Хорошо, к данным Минфина перейдем. По предварительным оценкам министерства, дефицит российского бюджета в первом квартале составил 2,4 триллиона рублей. При этом за март он сократился на 180 миллиардов. Соответственно, впервые за несколько месяцев в России в марте бюджет был профицитным. За счет чего этот профицит был достигнут? И будет ли в дальнейшем затягиваться вот эта дыра в российском бюджете? Ну, собственно говоря, это ровно то, что мы обсуждали с вами уже несколько раз. Я неоднократно говорю о том, что вот эти панические настроения января, они не оправдаются в более госрочной перспективе. Что произошло? Я думаю, что здесь несколько моментов. Во-первых, государство начинает увеличивать налоговое бремя на экономику. В марте было собрано порядка 250 миллиардов налога на дополнительный доход, который вот только недавно появился. Плюс к этому с 1 апреля мы переходим к налогу обложения нефтяных доходов не по реальной рыночной цене, а по некой формуле, привязанной к ценам на бренд, которые выросли существенно за последнюю неделю. То есть в данном случае я думаю, что это принесет в апреле еще там несколько, но если не сотен миллиардов, то где-то как минимум там 150-200. И в этом отношении доходы начинают понемногу расти. И Минфин совершенно откровенно говорит, что он ожидает существенного роста доходов во второй половине года. Что касается общей ситуации, то нефтянка по-прежнему демонстрирует те же самые показатели, что и в начале года. То есть и по марту, как и в феврале, и в январе падение доходов от нефти составило приблизительно 45%. Это подтверждает собственно то, что в марте прошлого года цены резко пошли вверх, и соответственно пошли вверх и налоги. То есть на сегодняшний день даже попытки дополнительного налогообложения нефтянки, они не повышают налоги в отношении к прошлому году. То есть вот это показатель минус 45, минус 40, 45, 50, он на мой взгляд по сравнению с прошлым годом останется на протяжении всего года, за исключением может быть последних месяцев где-нибудь октября-ноября, когда уже обвалились поставки газа и когда началось все-таки снижение цены на нефть. То есть в этом отношении доходная часть бюджета более-менее понятна на протяжении до конца года. Поступление от ненефтегазовых источников сокращается слабо, там падение приблизительно на 5%. То есть в принципе здесь это показывает, что в целом экономика жива, протяжеспособный спрос какой-то существует. Те усилия государства, которые направлены на финансирование целого ряда трассей, инфраструктуры, военных, сектора ВПК, они дают свой результат. То есть в общем и целом падение доходов на 20,1% это то, что останется с нами в течение года. Соответственно, с другой стороны стоят расходы. Это очень важный момент, потому что по большому счету весь профицит марта обусловлен тем, что таких гигантских расходов, как и январь и фраги, не было. Я думаю, что здесь мы имеем два момента. Первое, это действительно, что значительная часть оборонных расходов военной промышленности была профинансирована в январе и феврале, так как очевидным образом, что цикл перестройки производства, увеличения объемов выпуска, он довольно долгий, поэтому правительство предпочло как можно быстрее вбросить эти деньги в систему, с тем, чтобы получить эффект в какой-то базовой перспективе. С другой стороны, опять, мы видим, что все показатели марта сильно сместились на фоне показателей прошлого марта, потому что война уже шла, соответственно, расходы бюджета в марте прошлого года 22-го очень сильно выросли, и теперь, естественно, в этом отношении расходы нынешнего марта по сравнению с прошлым мартом будут отличаться гораздо менее существенно, чем расходы нынешнего февраля к прошлому февралю. То есть общий итог, я бы сказал так, что мы, конечно, не будем иметь профицитный бюджет на остатки года. Я думаю, что сейчас, через месяца-два, потребуется дополнительное серьезное вливание в оборонку. Опять-таки, мы все на сегодняшний день находимся в ожидании ожесточения конфликта в связи с украинским контролем вступлением. Это может вызвать потребность в дополнительном количестве военной техники, в дополнительных расходах на мобилизацию. Поэтому еще раз повторю, мне кажется, что дефицит первого квартала – это некий, скажем так, индикатор того, что будет дальше. Дефицит каждого следующего квартала будет снижаться по сравнению к нынешнему, но в итоге мы все равно превзойдем прогнозный дефицит, я бы сказал, вдвое. Вот это моя оценка общей годовой ситуации. Прогнозный дефицит 2,9, по вашему прогнозу 5,8-6 триллионов рублей. Да, это будет 2 по году. Хорошо, с вами хотел поподробнее все-таки обсудить вот этот показатель падения нефтегазовых доходов на 4 или 5%. Вы считаете, что это нормально, в принципе, что это не тревожный показатель для экономики, когда падает не нефтегаз вот такими темпами, что падение могло быть больше, да? Я считаю, что это очень хороший показатель. Если это правдивый показатель, это очень хороший показатель, потому что, смотрите, но с одной стороны мы видим очевидный провал ВВП на порядка 3% за прошлый год. Если доходы сейчас не нефтегазовые снижаются на 5%, то это означает, что это очень хорошая корреляция. То есть, если, допустим, в этом году мы снова увидим падение на 1-2%, то это будет означать, что не нефтегазовая часть бюджета фактически стабильна. Плюс к этому надо понимать, допустим, что, смотрите, февраль, март прошлого года – это дикий ажиотажный спрос, ожидание некой катастрофы. Плюс к этому очень большое увеличение оборота розницы, соответственно, увеличение сборов НДС. И даже несмотря на это, мы проседаем сейчас только на 4%. Это, еще раз повторяю, хороший показатель. Плюс к этому мы прекрасно понимаем, что будут расти, и сейчас растут выплаты, и вот те же самые авансирования в ВПК. Это будет разливаться, и деньги будут разливаться по экономике в несколько месяцев. То есть, они будут поддерживать платежеспособный спрос, доходить до зарплат, до потребительского рынка. Тем самым, фактически, тратя больше денег, государство не сокращает свою налоговую базу, оно ее, скорее, увеличивает. Любые большие бюджетные траты, ассигнования, они так или иначе ведут к росту ВП, и в любом случае к повышению налогов в будущих периодах. То есть, через 3-6 месяцев это даст свой эффект. Поэтому, мне кажется, что за дни нефтегазовую часть правительства может быть практически спокойно. То есть, экономика работает, бизнес работает, розничный оборот не снижается, он растет. То есть, в этом отношении эта часть нормальна. Проблемы исходят исключительно из нефтегаза, и, в общем-то, они пропорциональны. То есть, нефтегаз давал приблизительно около половины доходов, традиционно, ну, там, процентов 40. Соответственно, он падает на 45, общий бюджет падает на 20. Вот это продолжится до конца года. Вопрос главный в контроле над расходом. Если расходы будут сокращаться, или, по крайней мере, на нынешнем уровне поддерживаться, то дефицит контролируем. Если выяснится, что нужно, так сказать, что со всех сторон беда, нужно плотнить и зарплаты мобилизованными, еще там полумиллиона человек, и гигантское количество компенсаций за раненых и убитых, плюс понятно, что ВПК может не справиться с заданиями, и нужны будут дополнительные деньги. Ничего, какие-то экстраординарные ситуации. Это будет, конечно, сильно менять общую картину. Если нет, то, да, мы доживем спокойно. Еще с вами хотел один показатель обсудить, на этот раз не из данных Минфина. Эксперты портала Авито Работа на основе своих данных посчитали, что, оказывается, средняя зарплата в России год к году выросла почти на 25%. Я у вас хотел спросить, как такое возможно при, в общем, падении и скукоживании экономики, что растет средняя зарплата? Можно ли доверять этому показателю, как вы считаете? Я думаю, что это неправильно еще подсчет. Вот меня это настолько удивило тоже, что я стал пытаться организировать цифры. Я не знаю, как считал Авито этих данных и методики подсчета неопубликованных, насколько я понимаю. Это новость прошла по всем СМИ, включая коммерсанты и так далее. Некоторые из них написали, что у них есть в распоряжении редакции эта методика, но она неопубликована в полной мере. Я думаю, что расчет ошибочный. И вот почему. Смотрите, вот, допустим, просто реально по цифрам. Авито заявила, что средняя зарплата по России составляет 53 100 рублей, нам 96. При этом она выделила несколько городов с средней зарплатой выше этих показателей. В частности, там профилировала Петербург со средней зарплатой в 57 и, допустим, Самара со средней зарплатой в 54 тысячи. Если посмотреть на данные Росстата за 2021 год, ну, будем считать, что в 2022 месяц что-то изменилось, но, хорошо, в 2021 год Росстат абсолютная цифра в рублях. Даже без учета инфляции 2022 года номинальные зарплаты средние по Москве были показаны в 111 тысяч, по Петербургу в 75. Авито сейчас показывает, что в Петербурге два года спустя они 57, и это огромный рост. Я бы сказал, что здесь очень многое не бьется. То есть, более того, если мы берем, опять-таки, те же данные Росстата, то и берем зарплату по Петербургу, как субъекту Федерации, 75 тысяч в 2021 году, то при этом средняя зарплата по России тогда составляла порядка 41 тысячи. То есть, петербургские зарплаты превышали российские практически вдвое, а в отчетности Авито они превышают их, извините меня, меньше на 10%. Вот эти нестыковки, они, на мой взгляд, говорят о том, что Авито считала цифры по очень ограниченному кругу территорий и, скорее всего, даже больших городов. Потому что вряд ли коммерческая компания может изучать спрос, платежеспособный и затраты, и траты населения, где-нибудь, опять-таки, в небольших поселках или в регионах, которые традиционно известны низкими зарплатами. В России, мне кажется, на сегодняшний день не может быть такого фронтального роста зарплат, тем более на такие параметры. Поэтому я говорю, на мой взгляд, это либо манипуляция цифрами, либо исследования основаны на каких-то глубоко неправильных методологических допущениях. Что не помешало кремлевским и не только кремлевским СМИ распространить эту новость? Но, тем не менее, если брать большие города, в Москве, допустим, могла быть такая зарплата? Действительно, такой рост, такая динамика? Ну, опять, понимаете, мне сложно об этом сказать, потому что, еще раз повторю, в этом исследовании черном по белому написано, что зарплата в Москве средняя старая 66 тысяч рублей, что почти в два раза ниже, чем данный Росстата. И это после роста на 25%. Мне сложно сказать, опять-таки, зарплата. Понимаете, я мог бы поверить, если бы речь шла о доходах. Да, допустим, даже с учетом московских надбалок, там пенсионеры могут получать по 25 тысяч рублей и тащить эту статистику вниз. К тем семидесяти с чем-то, которые говорит Авито. Но если она говорит о зарплате средней в Москве, ну, это нереалистичные цифры. Таких зарплат нет в городе, как средних. Поэтому, еще раз повторю, я не понимаю методики. Я не понимаю, как это считалось. И не очень понятно, зачем. Если люди хотят показать Кремлю или каким-то другим центром принятия решений, что в России растут бешеные зарплаты, тогда, по крайней мере, не допускаете такого расхождения с официальными данными Росстата. Потому что это дискредитирует всю систему. Вы фактически говорите, что зарплата двое ниже, чем они были год назад. И это огромный рост. Простите. И даже пропагандистам понятно, что это несколько стран. Хорошо. Вы упомянули о, говоря о расходах российского бюджета, вы говорили в том числе о готовящемся наступлении Украины. Как раз эту тему косвенно я хотел с вами обсудить. Огромный и, наверное, важнейший скандал прошлой недели. Скандал вокруг утечки партии американских секретных документов, которые касаются как раз Украины, ситуации на Ближнем Востоке. Китая. Насколько вся эта история болезненно воспринимается сейчас в Вашингтоне? Она воспринимается болезненно, безусловно. Хотя, на самом деле, это очень нетипичная утечка, я бы сказал. Потому что, если сравнивать ее с большими утечками последних лет, начиная с Сноудена и качая другими событиями подобного рода, она еще очень нетипична. Потому что речь идет о том, что утерянными, да, и слитыми в социальные сети оказались порядка, там, меньше ста документов. Никто не знает точного количества. Но оно вряд ли будет большим по одной простой причине, потому что это все документы, которые были представлены, представляют собой практически фотографии разного рода секретных файлов, которые были, видимо, сделаны где-то в Пентагоне, либо других ведомствах, которые имели отношение к их разработке. И дальше, соответственно, их посты появились в социальных сетях. Если мы вспомним, допустим, случай Сноудена, то тогда по разным оценкам, но так более-менее консенсусно, было сказано, что было слито около миллиона документов. И масштаб разрыва, он, конечно, огромен. Плюс к тому, естественно, все документы, которые были похищены тогда, были похищены в электронной форме в результате взлома баз данных или доступа туда несанкционированного. То, что происходит сейчас, очевидным образом не примет такого масштаба. Да, эти документы весьма болезненно были восприняты много где, начиная там от Моссада, который был обвинен в потворственную израильским беспорядком и протестным акциям против юридической реформы, кончая Южной Кореи, в котором в документах содержались сведения о проведении Министерства обороны с точки зрения поставок оружия в Украину. Ну, естественно, Украина с точки зрения, потому что там было много сказано о неготовности ее контрнаступления, о возможностях российской армии, там по поводу Вагнера тоже были определенные данные, что может вскрыть агентуру, которая имелась у Пентагона и разведывательных служб внутри России. То есть, в принципе, это болезненная история, более того, она тем более болезненна, что до сих пор прошло уже несколько дней, нет никакой информации о том, откуда конкретно эта утечка произошла и кто ее совершил. То есть, расследования идут, сведения о них очень скупые, и, в общем-то, я думаю, что, конечно, да, это большая неприятная прокол американская спецслужба. Я не думаю, что она на что-то серьезно повлияет. Я не уверен в том, что это является каким-то специально организованным сливом для того, чтобы дезориентировать то же самое российское командование относительно украинских планов или преуменьшить их возможности. Я думаю, что там есть другие источники информации, которые дают более-менее адекватную картину. Но так или иначе, да, это очередное доказательство того, что нелояльность даже одного сотрудника она может дорого стоить всей разведывательной системе и всем спецслужбам. Вы придерживаетесь версии, что за этой утечке могут стоять российские спецслужбы? И если да, то зачем это нужно сейчас? Я не думаю. Я не думаю. Я думаю, что речь идет скорее о каких-то внутренних проблемах в тех ведомствах, откуда этот слив случился. Причем даже прошло несколько сообщений в американской прессе о том, что может быть какие-то личные мотивы могли двигать человеком и людьми, которые слили эту информацию. Для России я не думаю, что это очень существенно важная история. Опять-таки потому, что в ряде случаев утечки была информация, которая там содержалась, она так или иначе указывала на то, что американцы довольно существенно проникли в определенные военные секреты России и Министерства обороны, и группы ВАГНА, и многие другие структуры. То есть, по сути дела, если бы за этим стояли русские, я думаю, что, по крайней мере, эта часть массива данных слита бы не была, потому что это просто показывает, какие осведомители, какие источники могут быть у американцев в России. Если бы это было сделано намеренно, то я думаю, что такая информация пошла бы по другим каналам и была бы использована для разоблачения этих каналов утечки внутри Российской Федерации, но не была бы так широко закромирована. Скажите, а может эта утечка отразиться на финансовой и военной поддержке США по отношению к Украине? Или это слишком далеко идущие какие-то выводы? Я думаю, что нет. Дело в том, что, смотрите, все, что сейчас обсуждается относительно помощи, все сомнения, которые высказываются, все вопросы, связанные с возможным нецелевым использованием этих средств, эта тема обсуждается активно, и я бы сказал, все активнее. Это не имеет каких-то последствий политических для Украины пока, потому что эти обсуждения, они не привели никакому присмотру обязательств или гарантий, которые были выданы Западом Украине. Я думаю, что сейчас все зависит исключительно от положения на фронте к началу лета. Если за ближайшие два месяца украинская армия действительно добьется таких серьезных успехов, я думаю, что все эти моменты не будут иметь никакого значения. Если она не добьется этих успехов, то эти моменты тоже не будут иметь никакого значения, потому что тогда уже будут обсуждаться конкретные результаты. Если они покажутся недовлетворительными, то будут приниматься соответствующие решения. Поэтому я думаю, что это большое сотрясение воздуха пока. Хотя, безусловно, оно вызывает серьезные опасения у многих людей здесь в Вашингтоне. Владислав, спасибо вам за эту беседу. Ждем вас на следующей неделе, чтобы вновь разбирать главные экономические и политические события недели. Спасибо вам. Да, спасибо. Это был Владислав Иноземцев и его правила игры на канале Ходорковский лайв. Я снова вас прошу ставить лайк и подписываться на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски и чтобы позволить большему количеству людей увидеть нашу программу. Меня зовут Кирилл Седов. Я с вами увижусь в четверг в программе Труба. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok